Снова здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить одно поистине праздничное блюдо. Это будет свиная шея на гриле и давленый картофель. Что нам для этого потребуется? У меня есть вот такие три прекрасных кусочка свиной шеи без кости, а также нам потребуется картофель, сыр, соевый соус, оливковое масло, немного соли, горчица и любые специи которые вам нравятся. Для начала мы отправили картофель вариться в мундиров и приготовим маринад для мяса. Мясо нам надо замариновать. Для маринада мы смешиваем горчицу, оливковое масло, соевый соус, специи, и совсем немножко соли. Теперь нам это все надо перемешать до однородной такой массы. В этот маринад мы укладываем свинину нашу и будем ее мариновать минимум три часа. Вообще в идеале оставить бы ее на ночь, но у меня время это не позволяет. Я буду мариновать ее ориентировочно три-четыре часа. Картофель немножко остыл, разрезаю пополам, таким образом. Если картофель брать меньше размером, этого делать не стоит. Укладываю на противень, далее беру толкушку, которая толкут пюре, и давлю картофель. С одним я немножко перестарался, надо чуть поскромнее, скажем так, это сделать, вот таким образом. Теперь его слегка присолю, так как я его не солил, когда варил. Добавлю немного специй. Тут ориентируйтесь на свой вкус. У меня это сушеные томаты с чесноком и орегано. Немножко сбрызну оливковым маслом. Можно по желанию добавить чеснок тертый и сверху присыпаю немножко сыра. И вот таким образом я присыплю каждую картошку. Теперь я отправляю картошку в духовой шкаф, температура 180-190 градусов, ориентировочно 25-30 минут. Мясо подмариновалось, потемнело от соевого соуса, приобрело такой характерный цвет. И я выкладываю его на разогретый гриль. Наша свинина на гриле и раздавленный картофель полностью готова. Это блюдо сочное и ароматное, а также имеет презентабельный вид. Поэтому подойдет для любого праздника или просто семейного ужина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео.